Здравствуйте, дорогие наши зрители! Вы на канале Национальный Акцент. Сегодня мы поговорим о двух народах, которые издревле проживают рядом. Речь пойдет о чувашах, или чувашах, как они говорят сами, и марийцах. О чувашах вам расскажет чувашка, а о марийцах расскажет Мари. Сегодня вы узнаете много интересного про чуваши и марийцев, а также поймете, в чем эти народы похожи, а в чем различаются. Перед просмотром не забудьте поставить лайк и подписаться. Нам очень важна ваша поддержка. Одна из важных особенностей чувашского народа в его тюркском происхождении. По одной из версий, предками современных чувашей было кочевое племя савиров, или суваров. Вошедшая в состав тюркского племени булгар. Булгары в VII-VIII веке поселились в районе Среднего Поволжья. Здесь тюркоязычные предки чувашей перемешались с местными финно-угорскими племенами. Большую роль в этом смешении сыграло образование Волжской Булгарии, которое просуществовало с начала X века и аж до середины XIV, когда была разгромлена татаро-монголами и вошла в состав Золотой Орды, а затем в состав Казанского ханства. Современный чувашский народ сформировался в основном к концу XV века. Вплоть до нашего времени у чувашей прослеживаются элементы языка и культуры племен суваров, булгар, финно-угров и марийцев. В русских источниках этноним «Чаваш» впервые встречается аж в 1508 году. В первой половине XVI века чуваши не раз выступали против гнета казанских ханов и татарских феодалов. А в конце 1546-го восставшие чуваши и горные марийцы призвали на помощь русские войска. Летом 1551 года, во время основания русскими города Свияжска, чуваши вошли в состав русского государства. Сегодня чуваши – это пятый по численности народ России, один из нескольких народов, численность которого больше миллиона человек. Чуваши делятся на две основные группы в зависимости от места их проживания. Верховые чуваши живут на западе и северо-западе чуваши, низовые – на юге. А еще в центре республики выделяют группу средненизовых. Раньше эти группы различались по быту и материальной культуре. Ну а теперь различий все меньше, они стираются. Теперь поговорим о происхождении народа Мари. В зависимости от места расселения, языковых и культурных особенностей выделяют аж четыре группы марийцев. Северо-западные, горные, восточные, луговые. Самоназвание марийского народа восходит к слову «мари» или «марий», что означает «человек». В древности горные и луговые племена, обитавшие в Волговятском междуречии, назывались черемисами. Часть марийцев придерживается версии, что предки народа в далеком прошлом пришли на Волгу из древнего Ирана аж, а потом перемешались с живущими здесь племенами финоугров и славян. Однако самобытность народ сохранил. В пользу этой версии выступают филологи. Они отмечают, что в марийском языке есть индоиранские вкрапления. К VII-VIII веку предки марийцев сдвинулись с севернее, заняв территорию между Ветлугой и Вяткой, где марийцы и живут по сей день. Следующий этап – история черемисов или марийцев относится к X-XIV веках, когда ближайшими их соседями с запада оказались восточные славяне, а с юга и востока – волжские булгары, хазары, а затем и татар-монгольские племена. Долгое время марии, как и чуваши, находились в зависимости от Золотой Орды, а затем и от Казанского ханства, которым они платили дань пушниной и медом. В XV веке, когда Иван Грозный намеревался брать Казань, горные марийцы встали на его сторону, а луговые поддержали Казанское ханство, после победы московского царя все марийские земли вошли в состав российского государства. А в 1584 году появился город Царево-Кокшайск. Сейчас он называется Йошкар-Ола, и это столица и самый большой город Республики Мариэл. Здесь вы можете поддержать команду национального акцента. Мы уже два года рассказываем вам о России, ее красоте, народах, их удивительных обычаях и традициях. Нам хочется, чтобы вы увидели самую большую страну на нашей планете во всем ее фантастическом многообразии этносов, языков, культур, природы. И восхитились. А возможно, и полюбили ее так же, как любим ее мы. Может показаться, что все эти ежедневные, короткие, еженедельные, длинные видео делаю я одна. На самом деле это невозможно. Работает большая команда профессионалов. Редакторы, сценаристы, визажисты и оператор, режиссер и монтажер. Много еще кто. А еще вы могли заметить, что у нас нет рекламы. И для протокола госорганы, отвечающие за национальный вопрос в России, наш канал не финансируют. Мы стараемся найти возможности где-то что-то получить, но, увы, выходит у нас не всегда. Но на нескольких площадках вас, наших любимых подписчиков, уже больше 2 миллионов 700 тысяч. Это нас вдохновляет и дает нам понимание, что то, что мы делаем, важно и нужно. Если вам нравится то, что мы делаем, и у вас есть возможность, то мы предлагаем поддержать нашу работу. Мы запустили бусти. Каждый, кто решит поддержать наш канал, получит ранний доступ к некоторым видео, сможет увидеть эксклюзивные стримы, посмотреть бэкстейдж со съемок и еще задать мне вопросы и получить на них видео ответы. У нас тут доступны несколько уровней подписки. 200 рублей, ну, цена хорошей чашки кофе. Просто поддержка канала и наша искренняя благодарность. За 300 рублей, помимо нашей большой благодарности, вы получите ранний доступ к нескольким видео в неделю. За 800 рублей, помимо раннего доступа, получите видео бэкстейдж со съемок и доступ на закрытый стрим два раза в месяц. За 1200 рублей ранний доступ к бэкстейдж, стримы и видео с ответами на ваши вопросы. Там есть еще один уровень, но это для меценатов. Без денег сейчас сложно что-либо сделать, но в нашем проекте они не главное. Может быть, это странно прозвучит, но главное – это любовь и интерес к нашей такой большой и удивительной стране, где живут так много народов. Мы будем рады и благодарны за любую поддержку канала, будь то подписка на Бусти, наш классный мерч со смыслом на Озоне или просто доброе слово в комментариях. Прежде чем говорить о чувашском языке, давайте послушаем, как он звучит. Чувашский язык удивительен, потому что это единственный живой язык булгарской группы тюркской языковой семьи в чувашском языке выделяют верховой укающий и низовой укающий диалекты. На основе последнего и сформировался литературный язык. До X века язык суварских племен существовал на основе древней рунической письменности. А в X-XV веках во время тесного соседства с мусульманскими племенами и казанским ханством алфавит был заменен на арабский. Однако звучание языка и его диалекты не теряли самобытности даже в этот период. С 1740 года началась новая страница в истории чувашского языка. В этот период в регионе начали появляться христианские проповедники и священники, причем из числа местного населения. Это привело к созданию в XVIII веке нового варианта письменности на основе кириллицы. Теперь давайте послушаем, как же звучит язык народа Марии. Луговой марийский язык, являющийся наряду с русским и горномарийским государственным в республике Мариэл, входит в большую группу финно-угорских языков. Точных данных о происхождении языка нет. Считается, что он сформировался в Поволжье еще до X столетия на базе финно-угорских и тюркских диалектов. Значительные изменения он претерпел в период вхождения марийцев в состав Золотой Орды и Казанского ханства. Марийская письменность возникла достаточно поздно, лишь во второй половине XVIII века. Алфавит был создан на основе кириллицы, а первый сохранившийся до наших дней текст на марийском относится к 1767 году. Его создали учившиеся в Казани горномарийцы, а посвящен он, не поверите, приезду императрицы Екатерины II. Современный алфавит был создан в 1870 году. Сегодня на луговом и горном марийском языке издаются ряд национальных газет и журналов. Язык изучают в школах Башкирии, ну и, конечно же, в школах Мариэл. Сегодня почти все чуваши исповедуют христианство, однако до сих пор встречаются приверженцы язычества. В древности чуваши верили, что мир представляет собой в центре которого находятся они, чуваши. По берегам земля омывалась океанами, которые постепенно разрушали сушу. Считалось, что как только край земли дойдет до чувашей, наступит конец света. По бокам Куба находились охранявшие его богатыри. Внизу царство зла, а вверху божества и духи умерших во младенчестве. Верования чуваши были неразрывно связаны с циклом земледельческих работ. Вообще, чуваши очень хорошие земледельцы. Аграрный цикл начинал Акатуй. Это значит праздник первой борозды. Главным национальным напитком чуваши является пиво. По окончании сельскохозяйственных работ у чувашских девушек даже было принято устраивать пивной девичник. Такое ритуальное празднество. В ноябре-декабре у чуваши был месяц поминовения, которому также готовили обрядовое пиво, сваренное к поминкам. Чуваши часто поминали умерших родственников, так как все неприятности и болезни они связывали с гневом духов умерших своих. Чуваши настолько любят пиво, что у них есть даже детское пиво, безалкогольное. А у каждой хозяйки имеется свой секрет приготовления пива. Никому его не рассказывают. Марийцев иногда называют последними язычниками Европы, потому что их традиционная религия и сейчас играет в жизни этого народа очень важную роль. Традиционная религия Мари провозглашает веру в силу природы, в единство всех людей и всего вообще сущего на земле. Массовые ритуальные моления происходят несколько раз в год, причем в священных рощах. Всего таких рощ насчитывается то ли 300, то ли 400 по всей нашей стране, везде, где живут морийцы. Одновременно в рощу могут происходить служения одному или нескольким богам, каждому из которых приносят жертвы в виде еды, денег, частей животных и водоплавающих птиц. Алтарь сделан в виде настила из еловых веток, установленного возле священного дерева. А на это дерево иногда завязывают полотенца в дар дереву. Пришедшие в рощу в больших котлах готовят принесенную с собой еду, мясо гусей и уток, а также особые пирожки из крови птиц и крупы. После под руководством карта, так называют священнослужителем, начинается молитва, которая заканчивается общей трапезой и, что важно, уборкой рощи. Ну, как вы уже убедились, у Чуваши и Марийцев есть похожие страницы в истории происхождения. Оба народа вошли в состав русского государства после падения Золотой Орды, а позже Казанского ханства. Оба народа сейчас исповедуют православие, которое у них сочетается с дохристианскими верованиями, вполне органично. Но все же это совершенно разные народы, которые дружно живут рядом друг с другом уже много-много веков. Если среди наших подписчиков есть Чуваши или Марийцы, обязательно напишите об этом в комментариях. Делитесь роликом с друзьями, ставьте лайки и помните, что Россия и ее народы интереснее, чем кажется.